дорогие мои теперь по библии и по церкви то вот смотрите в библии говорится 365 раз не бойтесь сегодня когда я была сегодня у нас воскресенье сейчас 5 40 вечера и я хочу немножко поговорить про библии про сегодняшнее вот служение я православный человек очень люблю не просто выходить в церковь воскресенье это это просто чудо потому что обязательно господь проговорит проговорит смотрите у меня сейчас слезы слезы радости вот знаете почему я пару дней назад ставила видео но это знаете как получается не доживю а вот как бы господь опередил вот когда ты идешь с господом это чувство неимоверно вот это вот не бойся не бойся пару дней назад я вдруг вот поставила передам не спала проснулась и слушала православного священника у кого-то и было вот на счет и 10 этих вот 10 прокаженных это же у меня видео было ну вот я на каток ехала и ставила и говорила вот 10 очистились а почему один вернулся и причем самарянин и он же сказал вот 10 этих вот он очистил он сказал пойдите покажите священнику вот я об этом еще говорила и я ехала я точно этот момент помню вот я когда проговорила я ехала на каток вот это было на этой неделе смотрите прихожу в церковь вот три там три или четыре дня после или там пять дней после знаете где-то от луки 17 глава с 12 по 19 стих лука 17 глава у меня этот вот прадед был лука григорий лук мой дедушка григорий лукьянович и мой отец предполагаемый тоже может быть григорий лукьянович этот который лошадей представляете вот выращивал и но это не тот который вот грек вот здесь вот апостол лука святой апостол лука это не от 12 от 70 еще новый завет говорит что еще есть апостолы от 300 есть от 12 есть от 70 а есть от 300 вот этот вот марк и лука это были от 70 причем лука он был грек я дружила вот там с девочкой гречанка с одной из одноклассницы я тоже себя считала гречанка только вот по материнской линии и причем по бабушкины вот по матери моей матери вот по семену которого вот грек 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 когда я говорила еще столько вот видео ставил и муж надо мной смеялся говорит какая-то гречанка но всякое бывает всякое бывает как вот пару дней назад я тоже ставила видео разговорилась но один из родителей на фигурном катании там не у него ребенок и значит он выглядит но я не знаю как швейцарий в таком плане а давай свет светленький а он говорит а я с кубы так вот представляете лука 17 глава вот почему я вот этого призывайте прихожу сегодня в церковь и вдруг вот этого слышу про они 10 ли очистились вот они 10 ли было только сегодня еще опять же лука 17 глава и люди если у вас там есть этот вот страхи какие-то вот это все рогатый это рогатый вот я ставила видео недавно просеями духов злобы есть 77 ангелов архангелов светлых которые борются вот с этими семью ангелами темных сил то есть еще раз повторю мамон сатана и этот вот сатана и люцифер это два разных это два разных там плоды разные этап soon абсолютно это да это демонические вот эти вот темные но это все равно что это архангел михаил это не есть архангел говори его это не есть ульха архангел а уриил это не есть архангел этот вот рафаил они тоже различаются вот и а небесные иерархии они тоже различаются и вот лука он был там значит первых он не было просто вот эти апостола 12 они все были иудеи апостолы вот от 70 лука был грек но смотрите он написал евангелие и марк он был иудей вот он был самый младший там он был иудей этот вот апостол от 70 но библии еще говорите за дионисия репагита которые вот стал этим будет архиепископом первым афин стал от архиепископом афин смотрите апостол святой павел который был иудеем он пошел в ариапаг в греческий ариапаг он там проповедовал и дионисий значит вот покаялся и стал учеником апостола павла и он павла и у меня вот это вот книга его есть на английском языке она переведена с греческого дионисия ариапагита и он же это первый епископ архиепископ афин и парижа и апостол лука он сам пришел то есть все началось вот иисус христос он начал проповедовать иудеи он стал проповедовать в иерусалиме и иудеи он проповедовал вначале начал проповедовать этот вот иоанн креститель потому что он был старше на 6 месяцев иисус христос не имел права проповедовать у меня недавно было значит заявление перед тем как вот читать про луку 17 но люди углубляйтесь вот чтобы ушли вот эти страхи как убирать страхи смотрите мне мать говорила ты любого можешь переговорить дьявола нет бесов я не могу переговорить не могу я еще вот заявляла что я там звуком плане я могу любого переговорить так не говорила моя мать это мне мать так говорила сейчас бы я ответила бесов я переговорить не могу поэтому смотрите но я почему за эти это вот и бесы имеют ли они силу естественно еще какую святые отцы писали что значит какая сила у беса одним когтем самый маленький без может перевернуть нашу землю представляете все перевернуть все перевернуть бог не допускать поэтому май мой путь какой не безов боятся а при репляться господу и боятся господа который может послать значит мою душу а туда в ад вот в таком плане теперь не бойся а вот господь сказал прилепляйся ко мне я есть вот истина я есть истинный путь иисус христос чем больше у вас есть страха значит бесовские атаки идут идут бесовские атаки знаете что у меня сейчас колено это это не то слово значит когда мне муж сделал предложение на православное рождество на 7 января сегодня у нас 21 сегодня у нас 21 января значит две недели назад он не сделал предложение венчаться в православное значит пора по православному обряду и чтобы он причащался православный вот в таком плане до 2 недели назад вот произошло и буквально через пару дней и батюшка предупреждал что могут быть такие начаться и вот атаки что я вам свои жертвы не отдают вот он скрижечет зубами знаете вот выворачивает его а как же защищаться простите меня у меня 7 архангела 7 архангела огромное количество святых которые есть в том невидимом мире архангел архангел гавриил архангел михаил архангел рафаил ангел урию архангел салатил кажется салатил вот это вот если посмотрите мое видео там самом конце я именно говорю там я в коричневом таком золотистом свитере и вот такой вот повязочка это я недавно ставила там открыть но видео еще там год или два года назад год наверное назад год назад когда вот у меня начались вот эти вот сильнейшие атаки дьявольские и что я больше я больше читала в библию и больше углублялась в библию вот недаром вот дьявол чувствует что вот он не отдает просто так свои жертвы и он начинает допускать или значит какие-то болезни вот не успела меня муж значит мне сделать предложение его скрутила его скрутила так он двигаться не мог он несколько дней вообще он не мог не они бы сказать вообще ничего и он через вот силу дошел если он уже как врачу побежал это я уже не знаю вы знаете скрутила очень сильно за 16 лет такого я вот не видела чтобы вот так скрутила потом дочка у меня кашлят я этот вот вчера вспомнила козье молоко сейчас я и даю козье молоко вроде бы не знаю вот знаете еще не могу там сказать что вот это вот помогает но я даю теплое козье молоко дальше я видео поставила значит сегодня у нас воскресенье я пятницу каталась на этом вот ничего я не понадела но я имею ввиду ничего я такого особенного не делая не падала ничего я вечера значит и а и вчера нога я не могу делать поклоны и вот я заставляю себя вот через боль делать вот эти вот поклоны у меня нога вы знаете что-то там внутри и я отдаю все свои страхи богу отдаю страхи богу и сегодня я 40 поклонов дело я не полностью не земных сделала я сделать 10 земных и 10 вот я вот вот так вот наклонилась то есть вернее 30 наклонилась но 10 я полностью вот склонилась до самой земли и вчера мне так сложно было но я не виду нападает вот на тело чтобы вас страхи появились чтобы от молитвы вас натянуть и вечером я вчера знаете что вот у меня было два дня два дня по вечерам вообще не могла молиться вот вечернее правило не могу читать и вчера села я говорю господи пожалуйста помоги мне прочесть вот вечернее правило села начала читать 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 и вот знаете вообще смотрю а уже последняя страница и у меня только у меня сейчас так и слезы радости таких господи благодарю тебя благодарю тебя вот так быстро прошло вот это вот я пришла значит как на одном дыхании вот а там же есть светлый ангел вот архангел который помогает именно в молитве и но у меня там видео есть кто вот если вы чувствуете злость если вы чувствуете страх это все эти вот страх божий надо иметь и прилепляться господу ребята у нас этот вот вектор на небо вот здесь вот доверьтесь господу каждому на каждого у господа есть свой план вот я 12 минут говорю так вот представляете святая лука значит святая лука 17 глава я прочту с 11 стиха идя в иерусалим он за главной буквы проходил между самарии и галилею может был галилея не как одесситка да и с самария вот например этом как николаев этот вот и вот я говорю на полном серьезе потому что сейчас именно за эти города идет ну как бы сказать страна в которой я проживаю сейчас значит им нужен вот этот вот выход им нужен ему им нужны вот эти вот порты одесский и николаевский им нужно черное море ну вот и когда он в входил в одно селение встретили его 10 человек прокажены я говорила когда ехала вот там вот пару дней назад когда вот я про этих 10 рассказывала про прокажена что вот от священников отвернулись что раньше священники а значит только священники разрешали вообще и у у идеев здесь один самарянин то есть здесь 9 этих вот иудеев например 9 одесситов один там из николаева или 9 одесситов и 1 москвич его в таком плане но они по-русски допустим говорят то есть они вроде бы говорили там наречия вот различалась но от москвичи там я слышала там они околи а эти из ленинграда не околи околи а одесситы они вот ну так говорили вот такая вот речь как у меня ну можно было одесситов узнать одесситы любят вопросом на вопросе потом вот словечки есть такие вот знаете но еще одесситы тоже они разные бывают есть если мне 54 года и я одесситка в третьем поколении и смотря в каком районе вы родились вот одессит с картамышевская это не то же самое что одессит проспекта шевченко и смотря какой у вас возраст и сейчас есть если моя невестушка она ну вот она вышла замуж за моего сына его считать одесситка я и говорила про пишет пропишись там в квартире чтобы потому что уже и матейка родился все это вот вы зрите она в картам и на картамышевская за счет ходила в первую в первую школу если я задаю вопрос а что там раньше было или вот а какая часть вот как называется часть этого города что там раньше было там вот там где и школу это первая была артур у меня 101 учился она впервые там столько вообще этих вот интересных моментов и там был завод якорный завод был частный завод потом приватизировали и вот сам хозяин этого завода работала просто рабочим ну вот в таком плане я якоря для этих вот для кораблей а сейчас вообще не пароходство не кораблей ничего нету все-то распилили и морда вообще закрыли а вот тут вот смотрите недавно у меня была мысль опять же перескочу перед тем как прочесть может павлов этот вот папаня так сказать за прошлый год меня два раза только позвонил и во второй раз когда он звонил и говорит еще дура и значит что идиотка что ты всем говоришь это пятом родоме родилась он наверно услышал что я сказала что я в 5 женской консультации он в баран знаете вот войдите еще собака загавкает он понятия не имеет что такое вообще женская консультация там тоже есть номера вот уже ничего мне не знает и в первый раз я попала ту женскую консультацию это я уже я на осипово переехала в 16 лет а в женскую консультацию я впервые попала в 19 лет значит мне было больше 19 лет там 19 где-то там четыре или пять месяцев вот я впервые попала из-за того что вот у меня боли были все и там попался тот гинеколог и а тоже было на екатерининской там прямо рядом вот и больницы и поликлиника и у меня вот дочка in law вот валюха она ходила именно вот в ту поликлинику это не поликлиника простите в эту вот в ту консультацию вот именно в мою в которую я ходила даже впервые раз попала вот впервые потому что я понятия не имею где приморского это было на консультация женская консультация жопневого района потому что 16 лет когда я жила это был же в него район но 16 лет мне консультация женская не нужна была я ходила только в поликлинику вот это вот а впервые я попала гинекологу когда мне было больше 19 из-за боли внутри и там такая вот ситуация попалась значит мужчина был моя мать припёрлась со мной и она припёрлась а там значит мужчина гинеколог она же все в карточках есть и это именно вот консультация номер консультации а не мой баранский мой папаша которые вот это вот это мой папаша если что хочу это вообще всем папаша ведется как полный баран и пару дней назад знаете что он поставил этот вот лайк он послушал у меня жить я повторила этом сижу фотографию показываю его в молодости моей матери то что он хранил всю жизнь а значит 50 лет хранил ту фотографию потом мне ее отдал с их не свадьбы вот когда они там в ноябре женились в одессе они же одессе не развелись они развалились а разводились молдавия причем тут молдавия вообще к одессе вы представляете значит они вообще может быть эти вот еще жена то все там вообще такой бред вот и о моей ни одной фотографии то есть там целое видео и он поставил лайк не комментария ничего вот это вот и он нет еще идиотка значит ты не родилась пятом родом естественно папа не я не родилась пятом родом и этом родом и родился мой брат сергей и а мой внук мой стебрат покойный и а в пятом родом и родился этот вот мой внук мать с и а моя мать родилась в первом родоме и зачем мой игорь родился предполагаемый то ли брата и уровне то ли дядя вот по матери кондрюшов жить моя мать в девичестве кондрюшова валентина григорьевна родила в первом родом и одеска это на этом вот вот на куликовом поле и в первом роддоме тоже самое игорь родился а я не в первом родоме родилась так же папаша плохого похоже даже не на дирде лотер родилась в этом вот потому что он же тогда учился в мореходки учился только знаете где он проработал в морге ребята в морге санитаром в морге санитаром работал понимаете после а имея красный диплом мореходки вы скажите нормальный человек не ненормальный с мозгами что-то точно плохо он в киеве проработал долго у меня живой есть биография он работал в морге санитаром представляет он большему нигде было работать в морге санитаром он работал он всем говорит что он этот вот моряк что у него красный диплом моряка и толку в морге по типу работать и просто это вот а санитаром понимать пока его дочку там вообще непонятно какие-то вот педофилы это вот и приходите издеваться надо мной раз десять лет еще насмехаться вот когда входил он он в одно селение встретили его 10 человек прокаженных которые остановились вдали они должны были стоять вдали и кричать они закрывались масками и кричать on clean on clean то есть нечистый нечистый то есть они должны были предупреждать если бы они вот к ним нельзя было прикасаться они а значит не было запрещено потому что если они видели какой-то вот проказу я недаром говорил из этого полицейского зовут те вот бородавки потому что рамазанша она значит писала ой мы там защите он каждый год проверяется это вот и врачи ну все нормально бородавки есть и бородавки не просто так я ничего не сказала что это вот я он сказал что врачи сказали что это не заразно что вот есть бородавки все вот они поросли выросли а чего не выросли у него на этом будет на переднем месте я говорю за вот того аргентинца того который пять лет значит прожил со мной и с артуром а еще оказалось у него еще куча этих вот баб было это не просто куча баб ребята у меня едет крыша вот это рамазан цепи рамазанша писала но он еще с ней вот полностью семья вот с ней из ее ребенком со мной полностью вот я ничего о них не знала ничего и она писала мне у меня есть скриншоты с 2000 прикиньте с кем я жила с 2000 по 2005 год она мне написала да с 2000 по 2005 года он каждый день значит в публичный дом приводил 3-4 бабы за день новые я понятия не имела я понятия не имела представляете какой ты талантливый какой талантливый а а ей это все он же нашел себе идеальную женщину которая ну и что говорит как моя мать когда я узнала там потом ел в 20 лет защите мне мой папа не объявился и сказала значит что ты это мать и мне изменила не я я приехал игр так это ты изменила ну и что 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 я спала со своим дядей ну и что 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 ты его продукт кровосмешения взять я все время чувствовала что я какая-то узнаете вот не того во первых у меня какой-то такой маленький вес при моем вот какие-то кости вы знаете легкие я уже сколько раз говорила ребята у меня ну такие легкие кости именно кости легкие вы знаете что в одессу приезжала леся украинка у него там что-то с костями было вот какое-то там заболевание у меня же выламывала кости меня выламывала выкручила меня сводила зубы в прошлом году уже это же а я сколько видео ставила что у меня вообще происходило прошлый год и позапрошлый год это же вообще ужас кто меня еще только не вот не проклят представляете это вот и значить в проклят каком плане я же смирнова вообще не искала в 2000 2000 год и 2000 год когда еще появился мужик и говорит пошел и дьявола боитесь если это сами вы виноваты вот он держит вот эти вот там какие-то конфеты вы же хватаете и я себе думаю да звучит это вот звучит действительно мы виноваты ребята да потому что мы то что мне а то вот да не нас винить они же хитрее вот эти бесы они намного хитрее потому что они опытнее вот этот вот мужик он же намного опытнее он нашел себе вот вот такой вот как я дуру вот рамазан что говорит а он но этот вот полицейский а он стил стил кому девчонки которую 6 лет чуть педофил нет вот не попахнул значит не украл девчонки которую мать ненавидела девчонку которую отец ненавидел девчонку которая вообще кровосмешение я ему рассказывал что моя мать я ему рассказывал что мою мать отец поймал с ее двоюродным братом двоюродным братом это еще хуже с дядей так он мне еще мстил за что кому мстил ребенку моему сыну мстил еще написала да значит он это вот ему проблемы не нужны были он в те кто ему устраивал скандал он сразу уходил даже вообще скандалов не устраивало я на чудес вот когда мы прожили с артуром четыре года вместе с ним я спросил а что ты все время цепляешься к моему артуру что ты это вот заткнулся бы посмотри какой у него возраст начинается вот я ему просто сказала это он не устраивал истерики за суп и за то и за все а меня вообще мне не подходила их не еда значит я должна была не есть голодать а у нас и пойдет на если напьется там с этими вот с бабами и ничего как говорится личного вода вот ничего персонального у меня там значит три-четыре в день новый с 2000 по 2005 год это именно когда вот он я же уехала в 2004 представляете это это вообще мне в голове не укладывается она знала она знала вот эти вот бородавки у него на на переднем месте вот эти вот прокаженные и смотрите а когда я спросила что это такое у тебя шутят загрузить его угрыта я хотела так она мы не сказали это вот это не заразно вот но я-то не думала что он эти вот имеет по три-четыре бабы новые бабы каждый день каждый день люди каждый день куприна я вы почитайте а пожалуйста это вот а достоевского почитайте спит он не спит смотрите что творится с этими вот а queen солист queen а уже чуть-чуть до свидания или она говорила у него там эти вот чарли лучший друг был только ты значит против чарли вот такие гадости наговорила он взял вот такую проститутку как ты шлюху и значит спас а ему что бог сказал ему бог не говорил никого спасать что спаситель тут чарли тоже написала да он гулял а я не горюшь он гулял я даже не знала что он гулял я знала что он фальшивый эти вот что он полицейские а переодета ну в этот вот штатска и ну вместе с ним работал с этим поле с этим вот с тем которым я жила с этими грибе и он на фальшивых долларах погорел то там его поймали на фальшивых долларах я вообще я вообще не знала что он гулял я понятия не имела и кто ему сказал спасать бог спасает иисус христос пришел и уже давно всех спас и наше дело знаете причащаться и во внутрь иисуса христа принимать теперь она говорит а значит он вот говорит моему сыну если бы если бы я не гулял я бы твою маму не встретил а я вот скажу так а если бы он не гулял он бы женился на грисельде и вот его бы двое детей не были бастардами потому что их родители никогда не были женаты они вообще никогда грисельда никогда не была женат вот замужем он никогда не сделал предложение не грисельда не 2 по 30 то есть он никогда не был женат вообще не женат и он думает ему это пройдет с это вот с рук кому он стил его все любили я имею ввиду радаки его баловали а что с его с этим вот братом или там брат слушайте я вообще не знаю или он потому что у этого устига риме у него какие-то друзья вообще вот непонятны значит мы ездили четыре года но когда прожили вместе там у него в общем на старости летом его лучший друг связался с парнем молодым и ушел из семьи у него взрослые дети развелся с женой этого лучший друг и связался с мужиком с молодым и вот они в очко играют понимаете в очку в очку каждую и каждый день и вот я когда писал это вот рамазанши ну скажи кто твой друг и я тебе скажу кто ты она такая ну что у нас эти люди вот да у них это все разрешено да у них папа франциск у них папа их римский разрешил вот какого там и семнадцатого начать у него день рождения было декабря прошлого года бахнула молния отрубила у апостола у статую святого апостола петра у меня это есть на странице а значит нимб и это вот ключи от рая а потом он когда это было это было например там воскресенье воскресенье это было а на следующий день да на следующий день 18 в понедельник когда ангелы были сотворились когда господь сотворил ангелов так ангелов небесных он всех сотворил а люцифер он был самый главный воду землю ему надо было охранять вот почему он это вот земле у него его тут вот он еще вот в этих сферах летает и со своими этими вот падшими ангелами я придумал это я слушала православных священников давайте дальше почитаем так вот священники они значит эти вот иудеи должны были кричать не подходи ко мне я это вот я нечистый я нечистый а я предполагаю он же еще сказал что это значит что я начите шлюха и проститутка и побежала значит с ним в койку в первый же день и там это все брехня на брехне если бы я это делал я бы пошла покаялась а вот врать вот это вот все а для чего вот и вот я понять не могу представляете а если бы он не гулял то он бы женился вот его бог так и спросит ты знаешь если бы ты не гулял ты кому вообще отводным стил расскажи кому ты мстил вот кому ты мстил и за что ты мстил вот за что он мне мстил а может он не мстил мне а может быть они поспорились чарли а кто ее значится это вот в постель затянет ну вот и может я же говорю я не могла окосить от немножко ганси я не могла потому что он сказал что я набухалась а я знаю что произошло значит я помню что он может он мне наркоту вот эту вот и может у него ничего лишнего ребятушки он даже поклясться может потому что он всего лишь контракт подписал понимаете он работает на интерпол а может у него задание есть вот эти вот проверять еще меня что поразило что она мне написала а ты что не знаешь что он значит а ловит бандитов и он даже имеет право бухать на работе в любое время даже если его остановят он имеет право бухать и он имеет право принимать наркоту ребятки а он имеет право проверять на мне наркоту а что думаете просто так у меня пропали у меня первый год вообще не было месячных вообще и у меня справки эти вот есть я же бегала я же по белому работала когда в плазик ориента устроилась на работу и там я все время ходила проверялась и его с собой тускала игру суши я говорю я беременна он говорит это не беременна игру чего мне нету месячных поможет это он не наркотуб она мне проверял да ничего ничего личного ребятушки я была просто расходным материалом понимаете украинка которая приехала одна без ребенка а потом все планы поменяла когда вот я притащила ребенка а потом если она говорит о я под покажу эти вот и документы что ты хотела артура поехать и отвезти а зачем него надо было отвозить если у меня уже документы были что я плохая никудышняя мать и меня было вот от определить его внутренно и что если я хотела так сильно гулять допустим я хотела так сильно гулять и какая проблема пошла его записала себе в интернат и что дальше не то что записала уже была уже был приказ Вот уже был приказ, у меня вот распределение было вот его в интернат, там, в Аргентине. Ну, приходила бы раз в недельку навещала, а какая проблема? Какая проблема? Зачем мне надо было унитазы мыть, если я проститутка такая? И этому вот Чарли, Бог не говорил идти проституток спасать. Он ему сказал просто, кайся и будь верным, кайся и будь верным. Вот ты повенчался, если он был еще венчанный. Вот священники, они венчали, у них записи делали. Потому что мне муж вот говорит, а что это? Вот там вот это вот зачем? Я говорю, а там все записано. Оно записано. Понимаете, люди, записываются. И священники, эти вот первосвященники, они знали, кого допускать, кому не допускать. Какие-то вот болячки, а сейчас не только, а сейчас еще есть эти вот и доктора. Хорошо, он сказал этот вот, доктор им сказал, это не заразно. Я допускаю, что оно не заразное. А откуда оно взялось? Эти вот гроздь такая, как это виноградное на детородном органе. Откуда? Откуда? Ну не от верблю даже. Понимаете, о чём я? А представляете, откуда? Если бы я знала, что у него по 3-4 эти вот женщины, каждый день он им гениталии свои показывает, и не только. И не только. И своё семя направо-налево, направо-налево рассылают. Скидываете? Когда он ходил, он в одно селение встретили его 10 человек прокажённых, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, Иисус наставник, с большой буквы, помилуй нас. Вот он наставник, он учитель. У моей матери учитель это вот этот тороп, тороп, в котором она сбежала, жуткая секта, жуткая, жуткая. Последние мозги матери выбили. Слушайте, я недавно... У меня такое количество вот здесь вот скриншотов, вы не представляете, какое количество информации. За этого, за Далай... Слушайте. Это же титул, это не его имя. И вот этот четырнадцатый, который родился в тридцать пятом году. Там же с тридцать пятого года его... В общем, это за Далаламу, это вот отдельно. Лай, гав, гав, да, гав, гав. И эта религия была ещё до того, как пришла эти вот... Когда пришёл Иисус Христос, себя выявил, вы-я-вил. В человеческом образе, в человеческом образе. Через святую утробу, через святую утробу. Через святую у Божьей Матери. Вот она, с большой заглавной буквы. Он не религию принёс, он себя. А вот эти вот религии, все эти секты, они уже были. Да? Лай. А собаки не войдут. Псы не войдут в Царство Небесное. Послушайте. Да, да. Наоборот, читаем. Ад. Ад. Я могу читать и направо, и налево. Я имею в виду, и вы тоже. Иудеи читали справа налево. Весь Новый Завет на греческом, кроме двух книг. Двух книг. Святой апостол Матфей написал на арамейском, то есть справа налево. И святой апостол Павел написал послание евреям справа налево. Справа налево. А Лука, вот я сейчас читаю, это вообще грек. И сегодня вот я ставила. У нас батюшка, он настоящий грек. Он знает, что происходит там вот в этой вот, в Европе. Он знает. Он там был. Он там служил. Он, значит, у нас говорят и на этом вот, и на греческом. То есть на языке, в котором общался Иисус Христос тоже. Вот с апостолом Лукой он общался на греческом. То есть он знал этот язык. И вообще греческий он, ну, записывались эти вот. Ну, он отличается. Это не то, что вот арамейский. Он не хуже, не лучше, не хуже. Ну, и на египетском он же, ну, вот я, ну, он, ха, в Египте. В Египте там на арабском он же, наверное, общался. Он же до семи лет был. Понимаете, о чём я говорю? Потому что его уже вывели. Я же знаю, я же помню. Это вот меня-то увезли из Тирасполя, мать увезла в шесть лет. Но я помню эти вот песни на молдавском языке. Не на молдавском, а на румынском. На румынском. Так, увидев их, он сказал им, пойдите, покажите священникам. Смотрите, и громким голосом тринадцатым говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Они должны были показаться, что они очистились полностью, И тогда священникам разрешает опять вернуться, как говорится, в строй вот к людям. А иначе нет, нет, вот. И они не все были иудеи. Там был один самарянин. Смотрите. Один же из них, видя, что исцелен, Возвратился громким голосом, прославляя Бога. Прославляя Бога. Когда мы боимся, вот боимся. Бояться страха Божия, это начало вообще, вот, начало мудрости, говорится. Соломон сказал. Поэтому прилипляться надо к Богу. Вот, псалмы читать. Я не знаю, священников православных слушать. Вот, в таком плане. Это лично, что я делаю. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Самарянин. Когда в среду я была на службе, была служба в честь святого Антония. И батюшка сказал, что это его святой, что он родился, кажется, вот, когда именно святой Антоний. И он говорит, интересно, что вот сейчас пришли славянки. Там была, ну, вот, я считайте, я говорила вот на русском. И там еще были именно вот там женщины, именно славянки. А тут вот он говорит. Смотрите. Один был самарянин. Тогда Иисус сказал. Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? А? Кроме сего иноплеменника? Там греков не было, представляете? Вот там на служении и в ту среду не было греков. Там были иноплеменницы. И сказал ему, встань, иди. Вера твоя спасла тебя. Видите, у всех вера разная. Вера разная. Я быв же с прошлым фарисеями, когда придет в Царствие Божие, отвечал им. Не придет в Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот в Царствие Божие внутрь вас есть. Вот внутрь меня я приняла святое причастие. Оно идет у меня по венам, по венам. А если у меня детям, смотрите, ребята, у меня детям 14 и 13 лет. Они еще пульсируют у меня вот в голове, буду до 28 лет. Вот это вот омоложение. Хотите верьте, хотите нет. Ну, за омоложение-то я уже сама вот подумала. Потому что я когда родила второго и третьего, я говорю, ой, слушай, ты так как-то вот там помолодела. Вообще там похорошела. Вот в таком плане. А сейчас ученые доказали, что вот до 28 лет у женщины вот именно эти вот клетки ее ребенка. Вот клее ребенка. То есть у меня старший уже 31 год. Он уже, ну, как сказать, я уже очистилась. То есть вот эти вот младшие, они еще во мне циркулируют. И помните, что их формирование, их полностью, вот ихнего мозга происходит до скольки, я говорила, до 28 лет. Вот, до 28 лет. Представляете, так что-то моим вот там 13 и 14. Вот так вот. И вот, ну, пока прощаюсь.